Всем доброго времени суток, меня зовут Аная. Для тех, кто меня не знает, я являюсь духовным лидером школы Белого Лотоса, Белым Магом и Бионеркетом. Сейчас я нахожусь в нашем эзотерическом центре на Алтае, поэтому у меня не всегда получается снимать для вас видео, и я постараюсь их снимать более короткими, потому что их сложно загружать. Это видео я хочу посвятить теме формирования кармы, ложными моментами, которые нас обманывают, и понимание того, как она создается и как формируется. Кстати, эта информация совершенно недавно мне пришла и была объяснена в более глобальном масштабе. Что мы знаем о карме? Как правило, из книг более таких ведических, индийских направлений, в основном это связано с тем, что человек такой глупый дурашка, имеет столько желаний, имеет столько проблем, и в итоге, вместо того, чтобы от всего отказаться и отключиться, он формирует в себе карму и с воплощения в воплощение переходит. И здесь, кстати, закопали очень интересный обман, самый глубинный, перевертыш, опять же, понятий. Как вы знаете, вся эта литература в общем доступе не просто так, не просто так ее допускают и разрешают, потому что любая литература такого характера, духовного, образно, и где-то внушается одна и та же мысль, что мы такие дурачки, все глупые, ужасные, сами не спали до такого ужаса из ничего. И чтобы вы представляли, это вот если представишь, что человек жил в раю, у него все прекрасно, все замечательно, а потом внезапно он такой зажрался весь этим сметаной и сказал, да ну нафиг все это хорошо, я хочу жить плохо, хочу работать. Это знаете, такая байка из разряда, как некоторые люди, живущие в Европе в постсоветского времени, они наивно полагают, что в России жизнь намного лучше, чем она на самом деле происходит. И то, что здесь повысили пенсионный возраст, некоторые реально действительно верят в то, что это просто люди, русские, сами захотели работать больше, они просто захотели и правительство, ну не заставили, а попросили продлить нам пенсионный возраст. Просто люди, живущие в хороших странах, где все прекрасно и правительство не заботится, они только помнят СССР, а дальше они все забыли, им сложно представить, каково может быть современной России. Вот примерно то же самое нам рассказывают про рай и про всю историю человечества, что жили люди в раю, а потом в какой-то момент зажрались и такие, мы хотим сами работать, яблоко объедаться там, потому что все в раю есть абсолютно, там какое-то запретное дерево там запретили, и вот пробивает человека на всякие каверзные. Ну якобы там змей, конечно, все это совратил, но на самом деле сама эта теория, она абсолютно глупая, по той причине, что если представим действительно по-человечески, социум, общество людей, которые живут в абсолютной гармонии, в абсолютной любви, там неоткуда взяться вот этому гнилью, чтобы они пожелали зла и начали внезапно его желать. То есть это откуда-то берется изначально. И вот эти корни, откуда же все это взялось, откуда это вообще карма появилась, почему она началась, как она зародилась, это кресло сансары. Просто внезапно опять же зажравшиеся люди, жившие в раю, решили опуститься. Ну там я не буду врать, конечно, я до конца все эти истории не знаю, возможно там есть теория про битву богов, какую-то про доказание божественное, про там совращение, я не буду отрицать, но в любом случае я вам гарантирую, что все это сводится к тому, что глупый дурашка-человечешка, вот он опять же не живется, все ему хорошо, решил всю жизнь себе испортить, зная и понимая это прекрасно, или даже не понимая, но примерно ощущая это, он шел к уничтожению. Хотя в большом счету это невозможно по нашему психотипу, по психологии человеческой. И в принципе, если люди даже из поколения в поколение жили хорошо, и никто из них никогда не знал боли и страданий, они никогда и не узнали бы об этом, и не пришли бы они к этому никогда. Потому что вы представляете, что такое генетика, род, карма и традиции? Это когда из поколения в поколение одно и то же повторяются, скажем, некие традиции, образ жизни, восприятие мира. Вы сейчас это знаете, потому насколько это вам мешает жить. А вот представьте, если из поколения в поколение это помогало, способствовало, социум, огромное племя, культура, ваши родители, ваши предки, все жили одинаково. Представляете, какая-то мощь просто. Для того, чтобы человеку взять и внезапно стать дурашкой и жить неправильно, и совершать кучу ошибок, там миллиард неправильных желаний сформировать, ему надо эту мощь еще побороть. То есть нужно еще силы до хрена, не одно воплощение сил, чтобы разрушить всю эту генетику, весь этот род. Ради чего, спрашивается? Ради просто банальной глупости, что ему вдруг захотелось побыть дурашкой, там нарушить законы, испортить все свою жизнь. Этого недостаточно. Вы представляете, какой мотив должен быть? Мотив из жизни в жизни. Это должен быть отчеткий, осознанный, самосознательный мотив, конкретное желание с конкретной целью разрушить благожелательное, скажем, устое общества, чтобы создать деструктивное устое общества для чего-то. То есть люди могли это сделать только имея определенную цель, конкретно осознанную, реализующуюся в несколько столетий. И это вовсе не как там в Библии говорится, ни одно яблочко там съел, и все разрушилось. Это невозможно по принципу жизни. Классно нас обманули, да, так вот в голову вбили. И люди даже не задумываются, а вот реально, вы хоть себе это представьте, вот вы сейчас пытаетесь жить лучше, когда все общество живет вот так, как оно живет. Вокруг вас все говорят совершенно другое. Ваш род, ваши родители так жили, у вас воспитатель. Вот попробуйте, изменить мир к лучшему. Да, вот мы это делаем, конечно, это не одно поколение, тысяча людей, борьба, битва. Но мы это делаем с полным пониманием, к чему все это ведется, к чему мы все это ведем. То есть вы представьте, наоборот, ситуация, она же точно такая же. Вот этот вал энергии, силы, даже боги не в силах сдвинут за один шаг. То есть нужно очень много вложений и очень много осознанной энергии. Посему все это убеждение того, что люди вошли там в колесо сансары, опустились на такое дно по своей собственной глупости и по расторопности, или потому что они захотели чего-то новенького, это бред, это обман. Просто чисто логически можно вывести, что поскольку явно такое можно осуществить, имея реально конкретизированную цель, следовательно, кто-то имел какой-то бешеный план, при котором большая масса будет страдать, а, наверное, эти люди, конечно же, они не номеровались страдать, они там номеровались для себя какие-то суперэлитные условия создать, может, они для себя их создали, но основную массу в это вернули. То есть это вторжение было, нападение какого-то конгломерата или какого-то там, я не буду здесь опять про инопланетян, можно говорить, какой-то инопланетной структуры, какого-то сообщества, это не имеет значения. Но, судя по всем логическим доказательственным базам, это конкретное вторжение и нападение на человеческую расу и попытка ее уничтожить, захватить, унизить или что-то в этом роде сделать. То есть борьба с человечеством идет. В принципе, по логике это понятно. И все вот эти книги духовные, пишущие, рассказывающие нам про духовность, они все нам внушают одну и ту же идею, что вы такие дураки, это вы люди, вы все к этому привели, жили вы хорошо, но вам же не жилось, а даже башкой вот не думает, как вот можно из этого... Представляете, не просто общество, а, представляете, вся планета. Общаются люди разных конгломератов, везде такая, везде культура у них там человечная, все и внезапно тут все вот, все у них разрушилось, решили уничтожать все. Ни с чего просто, ни откуда. Так вот, конечно же, это все вранье. Конечно же, это обман. И самое главное, вот эта идеология, вот везде, где я слышу, вы, дураки, люди, вы сами виноваты, и я сразу понимаю, что это бред и вранье. Вот для меня это показатель. По той самой причине, что я знаю, что люди не виноваты, не в том, что они невинны. Конечно, люди сами принимают решения, делают выводы, и в сложившихся ситуациях делают выводы, и принимают решения. Но, тем не менее, нет такого, что изначально само человечество виновата в том, что оно стало нечеловечным. То есть нет, вот этого, это, конечно, везде, где закладывается такая идея, косвенно или прямолинейно присутствует однозначное искажение. И насчет кармы, возвращаемся. Про карму тоже нигде не рассказывается более подробно, откуда же она началась, почему она вообще возникла, якобы там желания сформировались у Евы. Но в основном, если вы обратите внимание, по крайней мере, по христианской религии, там, не знаю, католической, вот все связанное с Иисусом, там все на секс подвязано. Вот у нее якобы сексуальные желания возникли, какие-то или не сексуальные, а сублимированные сексуальные желания, где-то там удовольствие, роскошь. Но вы знаете, что все эти желания в искаженном варианте, которые неправильно, корректно, они, как правило, прикрывают наше естественное душевное желание, стремление к любви, к тому, чтобы нас поддерживали, к тому, чтобы мы жили в мире. И поскольку мы вот этой любви вокруг себя не видим, мы эту любовь как-то по-другому воспринимаем. Хотя любовь во всем проявляется, и в физике, и в теле, и в душе. Если, опять же, нам оторвали, нам сказали, что есть только духовная любовь, а физической любви не бывает, имеется в виду не только сексуальная энергия, имеется в виду вообще любое проявление физики, красоты, эстетики, приятности. Хотя, тем не менее, вот мы путешествуем в горы, нам здесь приятно, потому что здесь проявление любви, нам это нравится, красота, это любовь и гармония, они как едины. Вот она, физическая любовь. Все равно это влияет, это реально имеет мощное значение. Но мы это как-то отрицаем, это все духовность, а горы здесь так просто оказались. Или, да, горы повлияли на мою духовность, но все равно я говорю про духовность, а про то, что до гор надо доехать, для этого надо заработать деньги, надо купить палатку, в конце концов, ты пока еще не сверхспособствуем. Это же тоже материальный аспект выражения любви, чтобы здесь присутствовать. Это у нас все отрицается. Ну и второй момент, сублимация всех этих желаний до банальной какой-то сексуальной тяги. Вот человек, дурашка, прям сидит, не знает, чем ему заняться, то у него бешеное сексуальное желание, непонятно откуда, непонятно откуда. Ну все это созревание, это тело, это все гормоны химические. Унизили они глубинная человеческая потребность, которая у него возникает там в голове, в его, до банальной химической реакции. Молодцы. Вот мы про духовность говорим, и все равно большинство из вас, вот многие аспекты унижают до химической реакции. Но химия лишь отражение внутреннего мира. Почему у человека, вот почему люди, понимаете, даже возьмем мы сексуальное тоже желание, почему оно у всех разное? Те же мужчины, возьмем мужчин, допустим, якобы она сильнее, чем у женщин, у них потребность сильная. Почему некоторые мужчины вот там годами спокойно живут, а у некоторых там год у него не было секса, у него крыша едет, он прям бешеный весь становится, педы изо рта у него идет. Почему? Ну они же все одинаковые мужчины, одинаковые люди. В чем связь-то? Ну вроде физиологическая потребность. Скажете, у них по-разному гормоны вырабатываются, но даже если мы возьмем людей одной нации, более культурные, грамотные мужчины, они как-то с этим справляются нормально, естественно, и живут с этим. Вот более можно, ну это опять же свод до животных, опять же опускают до животных, что якобы терпеть не могут. Женщины более терпят, женщины более гармонично к этому относятся. Конечно, есть разные женщины, но я не про то, я вот про сам человеческий фактор. Опять же, опустили до животных. Но даже если взять одной нации, все равно там есть более мужчины спокойные, более такие бешеные. Скажете, характер. Или там, что это такое? Опять же, что такое характер? Набор элементов, сложенных с детства. Но мы же говорим про химическую реакцию. Химическая реакция тела, это какие-то там выплески гормонов бешеные происходящие, там якобы они влияют. Да, но это не влияет на то, что там некоторые сходят с ума, допустим, там насилуют женщину, потому что он там не может терпеть, или ведут себя как придурки, потому что он не может вытерпеть и клеиться ко всем подряд. И нормальные, грамотные мужчины, которые там выбирают, там нету женщины, ну и что? А я вот хочу вот себе душевную, хочу интересную, буду годами сидеть один, буду выжидать, пока там что-то из меня снизойдет. Говорят, что темперамент, характер и так далее, все опять же с домональщин сводит. На самом деле нет. Есть глубокая составляющая духовная, внутренняя, если мы все-таки верим в духовность, то допускаем ее, которая изнутри с детства уже сформирована у каждого человека. У него уже с детства этот посыл идет. Сначала он, как у ребенка, выражается в чем-то другом, потому что сексуальность сначала, ребенок не созрел, у него по-другому это выражается. Потом у него половое созревание, у него это выражается в сексуальности, в общении, там что-то другое. Но смысл в том, что изначально уже этот посыл, как внутренний какой-то желание, именно образ какой-то, какое-то состояние, какое-то внутренние духовные переливы проявляется в тело. Далее тело делает выбросы гормонов и далее сообразно выбросов гормонов. Ты начинаешь реагировать, потому что ты головой обдумываешь, так, тело среагировало, но я как-то должен действовать. И вот в зависимости от того, как ты обдумал головой, что-то там себе напридумал, у тебя сформировался характер. Понимаете? То есть это следствие все. Нам говорят, характер основа всего. Понимаете, характер – это поверхностная такая категория дозволений и запретов того, что идет изнутри. Вот у тебя какой-то внутренний посыл идет, непонятно, почему он у тебя такой, а у Вас и не такой, почему он вообще разный. Но вот у Вас разные посылы идут, и Вы, значит, либо вот этот посыл у Вас, Вы его можете пропустить, Вы его можете сдержать, Вы его можете как-то обработать. И вот то, как Вы там решаете, принимаете решение своей головой, что же с ним делать, образует, создает Ваш характер. При этом внутренний посыл все равно у всех разный. У некоторых он может быть одинаково похожий. И реакция разная. Опять скажем, разный характер. Но как же внутренние составляющие одинаковые, реакции одни и те же. Характер, условия, формирующие жизни вокруг него. Но что формирует условия? Условия лишь формируют то, что мы себе в голове в итоге придумали. Как же нам поступить правильно? Здесь так или не так? И в итоге мы отрезаем здесь тоже самую главную связь с душой, с духовным началом. Изначально, когда рождается ребенок, у него же есть душа. У души есть связь первоначально со всем духовным миром, воплощениями предыдущими, как мы уже сейчас говорим, что это карма, предыдущие воплощения, с его историей, с его памятью и так далее. И вот набор вот этой памяти, истории формирует ему духовное, душевное желание, которое создает здесь какие-то реакции, впоследствии химическое. Тело реагирует моментально, мозг реагирует на вот этот тонкий план, скажем образом, так назовем, на ваше внутреннее состояние, с которым вы сюда вошли, а мозги уже из этого там лепят, что-нибудь себе там, что-нибудь придумают. Как это понять, как это восприять, как с этим жить, как это реализовывать. И по сути, по большому счету, ни характера, ни химическая реакция не является прямым посылом ваших желаний, в том числе даже сексуальных, несмотря на то, что сексуальные желания якобы возникают из тела, но нет. Первично они возникают не из тела. Первично сама эта потребность возникает из различных, скажем, ваших душевных оснований, ну, образом так это назвать. И тут тогда вопрос, почему ваше душевное основание требует физически там, секса, еды и так далее, там, наслаждений, а по большому счету имена не требуют этого. Если вы все окунетесь чуть глубже и зайдете там в свои глубокие ощущения, вы поймете, что желание сексуальное, желание там определенной жизни, условия формирует некое, сформировавшееся внутри вас, скажем, атмосфера. Атмосфера это ваши какие-то образы, не убеждения. Сначала у ребенка нет убеждений, убеждение формирует уже разум, опять же, на позиции дозволения, запрета. Убеждение это то, что формирует картину разрешать мне или запрещать, вот то, что идет изнутри. И вот я убежден, что вот это разрешать, это запрещать, вот что делает убеждение. А то, что идет изнутри, оно просто есть. Его нельзя запретить или разрешить, и это не убеждение. В этом великая проблема, как раз понимание внутренней сути. Многие из вас это чувствуют, что у вас просто есть проявление какое-то. И все говорят, вот ты его пресеки, ты его закрой, или ты его открой, или ты выпусти. А вы не понимаете, почему вас заставляют это открыть, закрыть, выпустить, когда это просто вот есть, как природа, она льется изнутри вас. Что с этим делать? На самом деле, у многих в результате возникают конфликты и споры. Особенно многие люди из-за этого не идут в классическую психологию, а уходят в эзотерику. И, кстати, 90% кто отрицает классическую психологию и уходит в эзотерику, уходит по этой одной причине. Я вам скажу, психологи это могут как-нибудь описать для себя. Причина в том, что они чувствуют, что их природное проявление естественное, нормальное, оно проявляется, а по каким-то причинам им говорят, что это естественное проявление нужно заткнуть, заткни его. Причем они всячески-то грамотно описывают, что это то-то-то твои детские комплексы, а чувствуется, что не детские это комплексы. Это просто было еще с детства и до рождения, это было еще когда-то тогда, просто проистекает из тебя и идет. Потому что даже вот я, наблюдая сколько моментов, могу сказать, моменты, которые были сформированы в этой жизни, в этом воплощении из моего детства и из моего состояния очень легко меняются. И действительно, психология здесь помогает. И я совершенно не отрицаю все, потому что, несмотря на то, что над нами издеваются, здесь пытаются нас уничтожить, все равно люди в разных сферах, областях работают люди, они везде стараются как-то все сгладить. И есть моменты реально психологические, когда ты в этом воплощении чисто психологически неправильно там сформировал в своей голове. Тебе переформировали, и ты раз высвободил что-то. Но есть аспекты, не у всех у нас, не в такой степени, которые сформированы далеко не этой жизнью. И психология никак, никак, никак она не может в этом помочь, потому что логически она не подходит к первопричине. Первопричина не здесь вообще, и не в этом, и не в семье, и прочем. И 10 раз психологи будут разговаривать и говорить, и все сваливают на дураков клиентов. То, что люди дураки, но на самом деле людей дураков нет. Есть неправильный, непрофессиональный подход. То есть они не знают, как справиться с этой проблемой, потому что психология отводит руки так же, как и медицина во многих аспектах. Но, к сожалению, в отличие от медицины, которая хотя бы может признаться в некоторых моментах, что мы не лечим эту болезнь, психологи не могут признаться. Я не про всех, это не про людей, конечно же, а психология как наука не может признаться, что есть болезнь, которую она не может лечить. Скажем, вот мы не можем это не потому, что человек, опять же, дурак, а потому, что сама психология не способна понять эту болезнь, эту причину, не способна понять. То есть вот этого нет аспекта. Все равно мы все понимаем, это просто люди, не открытые, там еще что-то. Но нет. Есть аспекты, благодаря чему процветает эзотерика духовная. В плане вот люди, почему свои проблемы, казалось бы, психологические, решают в духовном мире. Они убегают от классической психологии, потому что не дают там возможность глубже разглядеть корень проблемы, корень заболеваний. И когда мы начинаем глубже смотреть, мы видим, что есть внутренний посыл. Он природный, он естественный. Его затыкать нельзя и не получится, но при этом он может быть искаженный. То есть он может быть не прекрасный, не про добро, не про любовь вовсе даже, но он вот внутри как поток. Мы это уже больше как магическую силу какую-то, потому что это все выходит и это никогда еще ни у одного человека не лечилось по классической психологии и так далее. Никогда. То есть вот эти вот моменты, они просто исходящие, все. И тут мы обращаемся в эзотерику, некуда нам деваться. Мы приходим в эзотерику, все, вот плохо, хотим изменить, реально какое-то зло исходит, но никакой психологии, никаким детством ничем это не изменить и вообще это не работает. Приходим мы в эзотерику, говорим, помогите как-то нам исправить это нутро, оно просто вот это наше нутро. Вот. А когда мы приходим в эзотерику, эзотерика нам говорит, это ваша карма прошлых воплощений. Вот в прошлом воплощении у вас произошло то-то, то-то, ну допустим, у тебя произошло то-то, то-то. А у меня всегда был вопрос, знаете, вот по карме, мне было вот непонятно. Вот даже если тебя там убили, даже если ты там обстрадался, но почему, почему, понимаете, это переносится на другую жизнь? Потому что я знаю, как процесс перевоплощения происходит. Я рассказывала в лекции по мироустройству, устройству мироздания, что душа сначала очищается очень много от воплощения своего, то есть там очищение происходит. Затем долго ждет цикл других душ, с которыми она связана в узле кармическом, пока они тоже развоплотятся и придут к ней. Потом там происходит какой-то проигрыш, распределяют по каким-то мирам межматериальным, где они проживают там не воплощение, а какое-то количество времени, проводят какую-то работу, прежде чем они опять воплощаются в физическое тело. Некоторые, конечно, подряд воплощаются, но это история номер два, там множество вариантов, множество историй. Это вот в лекции про мироздание, послушайте. Ну, в общем, даже при том, при этом, ну, к примеру, большинство душ прожили какие-то проходящие воплощения, где-то были в другом месте, прожили количество времени и опять же у них вот это вот вылазит страдание. в природе, вот по своей психике, даже вот в этой жизни, если вы жили, даже если вас вот где-то избили, тут, я не знаю, изнасиловали, прошло 10-20 лет, но все равно у вас это сходит. У вас не остается вот этого прям как внутреннего заряда, этого бешеного, знаете, что вот это все, я знаю, да, что-то остается, след какой-то остается, но люди работают над собой и все равно автоматически люди всегда над собой работают. Это 10-20 лет прошло, а если там 100 лет прошло, воплощение прожил человек и там прожил еще 100 лет там где-то в другом измерении, пусть там по другому время течет, и ему зачистили еще, то есть ему еще помогли там в духе какие-то энергии, его еще очищали, и после этого все равно у него бешеный заряд, как будто его только что изнасиловали, но этого не может быть, понимаете, этого не может быть по природе. Откуда, откуда вот это все берется? Мне всегда это было непонятно, потому что по природе просто понаблюдая, поняв многие моменты, видно, что это невозможно, но это есть. И когда я начала обращать на это внимание, изучать этот момент, я увидела, что за вот подобными ощущениями, которые сохранились кармы, которые становятся основой наших желаний, движущей силой, мощной, которые нас собственно здесь и разрушают, и создают, либо многие здесь превращаются в амеб, и есть некоторые люди, которые говорят, я просто не могу ничего делать, не могу себя поднять, заставить, я весь разрушен, разбит, я весь как желе, все же старался, с детства я такой, да, родители, семья, да-да-да, все это конечно да-да-да, но все равно это, мы вот такую внутреннюю силу списываем на какой-то ряд реакций простейших, которые в детстве было, которых могло и не быть собственно, почему они были-то, почему характер вот такой человека, типа, ну почему тогда у него такой характер, почему у него не другой характер, вот таким родился, а что он таким родился, и тут вот в тупик все входят, а почему он другим не родился, вы можете это объяснить, вот психология, наука это не объясняет, а истина жизни всегда объясняет все, запомните, правдивая реальность может все объяснить, все от самого начала, откуда оно возникает, а вот лживая концепция, она всегда упирается где-то в тупик, ну почему у него такая, ну почему вот два человека стоит, одинаковая ситуация, обоих в детстве ругали, били, вот у одного такая реакция, у второго другая, вот характер, вот откуда оно взялось, просто появилось, и так далее, вот к чему приходит психология, на самом деле не просто появилось, на самом деле изначально природа человеческого бытия примерно одинакова, я не к тому, что мы все одинаковые, но все равно создатель создал нас примерно как одну единицу, но мы начали с вами разниться и формироваться разными в результате условий, которые нас окружают, то есть что меняет нас как существ, если мы как существа создаемся, это к примеру представьте, если вы как создатель создали одинаковых существ, и поселили их куда-то в определенную территорию, скажем, ну мы знаем, что создающая сила все равно на какие-то роли, распределение дает, что ты там будешь копать, ты там будешь строителем, ну к примеру муравейник, да, вот мы возьмем, там создались, создатель создал муравьев, они созданы все равно по природе, по закону, это один из незыблемых законов, что все во вселенной имеет свое предназначение, значение, все для чего-то создано в режиме общей экосистемы, как я вам рассказываю, что есть общая экосистема, и все мы в нее вписаны, и у муравьев там есть строитель, там, я не знаю, нянька муравей, там муравей работник, там солдат и так далее, но представьте, если вы, скажем, этих муравьев поселите в разные условия, одних там, где трава есть, других там в поле, где нет травы, третьих там еще куда-нибудь, эти муравьи, вне зависимости от всего, разобьют разные условия, если они адаптируются, если они эволюционируют, а вы их будете расселять так, чтобы они не вымерли полностью, чтобы у них базовые условия были, в итоге каждый из этих муравейников будет формироваться под другим законам, то есть у каждого сформируется свой так называемый характер, свои особенности, свои условия, свое понимание, свое отношение, что-то будет общее, но что-то будет очень кардинально разниться в зависимости от условий. Далее, если у этих муравьев, вот они поколение-поколение так жили, потом вы их вместе совместите, если муравейник там в поле, который жил, скажем, где нет травы, и там, где жил среди зелени и травы, вы совместите какую-то третью местность, или, скажем, переместите других, те, кто жили вне травы, в зону травы, они будут жить по-другому там, у них совершенно другая природа, другие взаимосвязи, другие потребности, они там же, где есть трава, все равно будут формировать свои там муравейники с другого материала по привычке. Смысл в чем? В том, что человек формируется примерно так же, да, он создается с определенной природой, да, он селится в определенные условия, ему создается, но тем не менее, если изменить конкретные условия, обстоятельства, обстановку вокруг него, она формирует его. И я вам это расскажу немножко с более божественной сутью. Откуда все-таки берется карма? Откуда возникает вот эта завязка, что вот что-то не произошло в прошлой жизни, и в этой жизни я срочно хочу реализовать? В чем смысл? Если бы это было бы просто желание, и просто бы, скажем, ваше расстройство моральное, что вас там изнасиловали, изнасиловали, убили, там зарезали, предали просто ваше моральное расстройство, это не то, что нужно природе для существования. Природа никогда не поддерживает то, что для существования не нужно. То, что природа так мощно поддерживает вот этот внутренний посыл, и человек с ним рождается и рождается, пока он как-то его не нейтрализует, и он его не может нейтрализовать, потому что какая-то сила, а какая-то сила, это природная сила внутренняя. То есть мы все это чувствуем, что внутри как природа, вот откуда у нас в эзотерику люди окунаются, даже с негативным проявлением. Они чувствуют, что это что-то природное, что это что-то правильное, вроде и плохое, но все же нельзя это затыхать почему-то. Мы это ощущаем. Почему? Потому что природа сама поддерживает тот факт, чтобы вот эта линия продолжалась, несмотря на перевоплощение, на стирание памяти и на прочее. Природа поддерживает многие вещи только с одной целью – гармонии баланса, восстановления своего существования и существования жизни. Значит, поддержание вот этих ощущений по какой-то причине правильно. Но тогда у нас возникает конфликт. Почему это правильно, если нам внушают, что это все дурашки, и вы только люди? А тут получается еще и природа примешана. А я вам объясню. Это потому, что нам оторвали правильное понимание того, из-за чего карма сформировалась вообще изначально, и почему она существует. И утратив главное знание, превратив все это в банальные ваши эмоции и переживания личностные, мы, по сути, убили Бога и потеряли самую главную мысль. А убили Бога мы в том, что изначально кармический узел, то есть память о том, что человек должен в следующей жизни выполнить то, что он не выполнил в предыдущей, формируется только божественным потоком при условии, если нарушается движение божественного потока. То есть, скажем, божественный поток движется с определенной целью, и вдруг что-то его сбило, нарушило, искривило, создало преграду. И в результате этого погибло многих людей, или какой-то человек погиб, или произошли какие-то события искаженные, грязные, кривые, злобные. Далее создатель, скажем, божественный поток энергии, для того, чтобы восстановить, исправить эту ситуацию, продолжает это колесо вал крутить и требовать от всех душ перевоплощенных, от вновь воплощенных в роду, даже тех, кто не участвовал в процессе, восстановить, изъять эту помеху. Убрать ее надо, понимаете? Мешает она движению божественного потока. Потому что он должен течь без преград. Мешает божественному потоку, поэтому уберите, уберите. Сигнал подает божественная энергия. Причем подает всем, потомкам рода, то есть те, кто не участвовали в этой ситуации, но они генетические потомки. Окружающей ситуации, то есть какая-то атмосфера, место, где это произошло, убийство или что-то, влияет, там, привидение, ходит еще что-нибудь, энергия как-то влияет, чтобы люди это место очистили. И перевоплощенные души, тоже их тянет туда же, вот тебя убили, вот было убийство, вот сделай что-нибудь, потому что это ноет, душа кричит, вот эта боль, вроде очистили, вроде перевоплотился, а все равно природа, поток божественный, творца, создателя, требует, чтобы вы что-то с этим сделали. А у нас неправильное понимание, понимаете? Вот я сейчас глубже разберу, что значит нарушение божественного потока. Нарушение божественного потока означает, что когда-то произошло событие, скажем, при котором, ну, к примеру, утрировано, было два участника, там, нападающие и жертва, например, то есть это утрировано абсолютно. Вот жертва – это человек, который был в божественном потоке, в любви, в гармонии, в счастье, а второй решил взять его и просто убить, не почему, там, причинить ему зло, вред, там, боль, или там, я не знаю, поиздеваться над ним, изнасиловать, просто так. Так, у него там на это свои причины были, то есть он, может быть, был искажен, и он был представителем другого вида, другого объяснения этому нет, потому что одного вида представители, когда все идеально, не могут друг друга изнасиловать и убивать, то есть это могут быть только существа другого вида, пусть они выглядят так же, как мы, но это не люди и не люди. Мы их называем тварные существа, да, но это другой вид. Они там у себя, может быть, и в гармонии живут, и своих не трогают, а чужих, вот людей, они человек, грубо говоря, ариев, чистых представителях людского рода, они с удовольствием могут убивать и уничтожать. И вот появился, к примеру, такой представитель, да, вот там инопланетянин прилетел, решил поиздеваться над человеком, мирным, гармоничным живущим, который там нюхает цветочки, смотрит травку, в любви весь пребывает, реально в боге пребывает. По разным причинам он смог до него достучаться, через обман, обманул, сказал, что друг, таких не встречали ни разу, создатель божественный исток, все равно это безграничная сфера познаний, нельзя все знать абсолютно, и божественный исток все равно не то, что ограничен, мы с вами ограничены своими сферами познаний, поэтому нет такого, что почему мы не догадались, что он со злом пришел, мы жили в определенной экосистеме, эта экосистема имела ограничения, она каждый раз расширяется, увеличивается, в зависимости от появления чего-то нового. Соответственно, то, что мы понимаем с вами богом, это тоже можно сказать некое высшее сознание, которое с нами может общаться, это все равно какая-то форма жизни, пусть более высшая, чем мы, но она тоже ограничена определенной экосистемой, есть понимание бога конкретно, там сознание планеты для нас бог, сознание созвездия для нас бог, сознание галактики для нас бог, а есть много других галактик, есть мультигалактика, есть все огромнее и огромнее, поэтому сфера познаний безгранична, и это лишний раз доказывает, что некто, кто впервые совершил агрессию относительно людей, был откуда-то издалека, то есть пришельцы, но это уже чисто по логике, потому что иначе обо всем другом внешняя и внутренняя экосистема знала бы о намерениях, о том, что хотят разрушить, уничтожить, и невозможно было бы его сформировать, если бы эта экосистема не имела намерений, значит это внедрение чужеродной экосистемы в эту экосистему, а экосистема это целая конструкция, огромная, то есть это не просто природа, это не просто одна планета, сознание планеты, сознание миллиард живых форм жизни, помимо человека еще более развитых, сверхкосмических, которые об этом ничего не знали, то есть понимаете, это говорит о масштабах, скорее не то, что нападающая сила была такая суперсверхогромная, но и тоже у нее были какие-то проявления, а скорее это говорит о том, что она была чужда, настолько, что невозможно было понять намерение, и соответственно, когда впервые было совершено преступление такого рода, скажем, пришел там этот пришелец, или кто-то там избил, изнасиловал человека, уничтожил, божественный поток прервался, потому что он течет бесконечно, это вот валовый цикл, прервается божественный поток, создается несправедливость, вот о законе несправедливости как раз хочу поговорить, о котором люди опять же не понимают. Несправедливость – это прерыв божественного потока, но не действие, так же, как и грех, тут тоже искажение в религию нашей. Грех – это не конкретное действие, это действие, прерывающее божественный поток, абсолютно любое, Начиная даже от доброго пожелания, помощи, заканчивая убийством и какими-то жестокими моментами. Понимаете? Поэтому здесь нам тоже перепутали понятия осознания того, что такое Бог и что такое стремление к Божественному потоку, стремление к Любви. Но об этом чуть позже, это немножко другая тема. И, в общем, когда этот поток прерывается на одном из человеке, далее, даже если человек этот умер, больше его не существует, дальше продолжают другие люди жить, поток уже прерван. Потому что однажды произошло действие, событие, человек-проводник этого потока, как и любая форма жизни, в результате которого был не просто убит человек, а убит человек как проводник Божественного потока, как Божественный поток был где-то прерван. И человека вроде уже нет, он перевоплощается, скажем, но поток уже прерван, он перевоплотился заново, а поток не восстановился, понимаете? Потому что сам акт был совершен, сам акт вот именно насильственного, скажем, издевательства против Божественной воли, то есть это когда, насильственное издевательство, это когда абсолютно невинного, чистого, там, светлейшего человека, существо, абсолютно, скажем, ну не то, что ни почему и ни за что, но не ради еды, не ради выживания, не ради каких-то благих целей, а ради каких-то эгоистичных целей. И опять же, если это пришелец, внеземное существо, которое сюда пришло, оно это сделало там с какими-то своими соображениями, тоже непонятными, ради чужеродных соображений, было, скажем, совершено преступление. И самого этого преступления достаточно, чтобы этот поток, скажем, прервать. Далее, для того, чтобы этот поток восстановить, необходимо совершить действия такого же характера. А в главной степени восстановить энергию правосудия. То есть, скажем, если бы вот этот, там, пришелец-инопланетянин, скажем, изнасиловал, убил человека, там, доброго, прекрасного землянина, если потом кто-то из людей убили бы этого инопланетянина точно в такой же степени, поток бы восстановился. Казалось бы, вроде жестокие действия. Зачем жестокость? Знаешь, жестокость в том, что она внушает вот эта пляска и философия, опять же, я опять же так называю, не связывайте это с плеядинцами, а то там уже целые разговоры на форму завели, все, она и не это, плеядинцев, как говорится, не принимает, не любит. На самом деле, у меня к ним такое отношение, потому что я стопыду узнаю, что среди них были основополагающие предатели, которые к этому привели и приводят сейчас. Там есть существа, может, они все такие, но есть эти предатели, поэтому вся раса несет этот крест за остальных, к сожалению. Но не будем об этом, говорим про другое. И, соответственно, нам вот внушают, что нельзя злом на зло отвечать, но смысл в том, что для того, чтобы восстановить поток, нужно либо совершить равноценное, одинаковое действие, чтобы баланс восстановился. Это баланс закона движения энергии, это закон физики Вселенной, это не какая-то там воля чья-то, что кто-то это хочет, это не то, что кто-то хочет, это сама жизнь хочет, чтобы существовать. То есть одна единица пришла, совершила вот это вот действие, нужно вторая единица, по отношению к которой это было совершено, тоже совершила это действие, чтобы баланс восстановился. Восстанавливается баланс, после того, как сила обратная нападающая теряет столько же, баланс возвращается сюда. То есть вот он также теряется за ровно такие же действия. Конечно, баланс мы сейчас пытаемся восстанавливать по-разному, вот это к вопросу, как нам восстанавливать, но тем не менее, для того, чтобы божественный поток открыть, нужно восстановить баланс энергии. Для того, чтобы восстановить баланс энергии, фишка в том, это закон физики опять же, что баланс энергии должен восстановиться таким же путем, как он был отнят. И когда мирное время и все гармонично, я тебе даю и ты мне даешь, я тебе помогаю и ты мне помогаешь, все прекрасно. Но вот если ты дашь мне в глаз, грубо говоря, баланс энергии я тоже должен дать в глаз. И почему эта атомная реакция идет по цепочке? Да, все говорят, всем надо дать в глаз. Смысл в том, что нет атомной реакции по цепочке, то, что она внушает зло, порождаешь зло, это обман. Дело в том, что эта реакция, цепь заканчивается ровно на том, когда убили этого инопланетяне. Все, цепь закончилась. Если инопланетяне захотят опять мстить и мочить, иначе это создаст новую цепь, потому что они опять перекроют божественный поток. И опять же, чтобы его восстановить, нужно совершить ровно такую реакцию, ровно так же. Фишка движения энергии заключается в том, что вы не вернете поток другим способом. Вы его не восстановите. Это закон вселенной движения энергии. Ну, скажем, так устроит божественный мир. Устройство божественного мира не подразумевало изначально агрессию и насилие. Он был создан, конечно, для любви прекрасного. Но смысл в том, что здесь законы работают так, что как только энергия, скажем, перекрывается, остается как бы отпечаток в пространстве. И он как, не знаю, математическая последовательность некая, цифровая и математическая последовательность. Представьте, как огромные матрицы. Математическая и цифровая последовательность. Вот чтобы эту последовательность снять, а этот отпечаток так и остается, и этот отпечаток блокирует энергию, нужно ровно в той же последовательности задать обратный поток. Ну, так устроен мир, понимаете. И это, опять же, не чья-то воля там агрессивная. И только так он снимется. Любыми другими путями пробовать можно делать, не снимается он. Но так устроены законы физики. Да, они не предусматривали насилие. Но оно здесь проявилось. И в итоге, когда оно здесь проявилось? Для того, чтобы восстановить справедливость, некоторые народы, там, да, вот кровное месть, над этим смеются, это средневековье, остатки прошлого. Но на самом деле, иногда, когда происходит изнасилование, убийство, только убийство обратного человека восстановит некую справедливость, некий поток. Соответственно, для того, чтобы вот этот божественный поток высвободить обратно, необходимо совершить обратное действие, к сожалению, равноценного характера. Это не значит, что убить этого инопланетянина конкретно. Равноценного характера, агрессию равноценного характера, ее можно растянуть на несколько инопланетян. То есть тут нет принципиально конкретно этот инопланетянин. И то принципиально, конечно, он это бы сразу бы закрыл его всю проблему. Но вот он, к примеру, уже умер там, да, или сбежал, или что-то с ним не случилось. То есть умер от старости, не за счет восстановления справедливости. Это тоже такой момент, если он прожил хорошую жизнь, умер от старости, это не то же самое, что восстановление справедливости. То есть, на весь справедливость нужно именно такой удар дать, такого же характера, такого же потока. Можно, допустим, 20 инопланетянам просто сломать ногу, к примеру. Можно там сотни инопланетянам просто сломать жизнь, но не ногу, к примеру. То есть, ну, возрастает, равноценность возрастает, и можно вернуть эту энергию и открыть божественный поток не конкретным убийством инопланетянно-изнасилованием, а, скажем, распределением ровно в такой же степени, такого же посыла, но на большее количество. Вот что значит, раса отвечает за своих. Что я про бледенцев сказала, если один представитель цивилизации поступил с себя вот так, вот себя повел, то все представители цивилизации либо должны, вот закон равновесия вселенской работает так, то все представители должны либо сдать его сразу на убой тем, кому он причинил зло, сказать, делайте с ним что хотите, то, что он сделал богохульство, это прерывает божественный поток, мы это не поддерживаем, вы творите свой суд сами, но, соответственно, те, кто творят суд, понимают, что если они переборщат, то они будут отвечать опять перед той расой, то есть нужно правосудие равноценно только то, что было совершено, ни больше, ни меньше. То есть тут все осознанные миры, все понимают божественный закон, это делается так. Либо они говорят, что мы не можем его предоставить, он очень ценный гражданин, как бы он ни поступил, представитель нашего вида, очень ценный. Вот у нас 100 представителей нашего вида готовы вытерпеть все, что угодно, делайте все, что необходимо для восстановления баланса, равновесия божественной силы, чтобы этот баланс восстановить. И тогда, в честном мире, это происходит примерно так. Реальность восстанавливается, и баланс тут же восстанавливается. Поток божественный открывается и продолжает течь. Но, разумеется, те, кто это делали, явно не имели представления о движении потока божественной энергии. И, скорее всего, если цивилизация выживает за счет паразитизма, уничтожения других цивилизаций, она не понимает, почему она вымирает. И почему в ее мире все так плохо и ужасно, непонятно. Потому что они, по сути, уничтожают божественный принцип. Чем больше они уничтожают, тем божественный принцип уничтожает них, тем реальность начинает их убивать. И они для того, чтобы выживать, убивают других людей, но других формы жизни, другие расы. И вот так это примерно формируется. Откуда эта опухоль гонильота и берется? Почему они сюда прилетели с захватом, не с любовью, не с дарами, скажем, а с захватом и с целью уничтожить? Ну, они, скорее всего, может, выживали этим, они оправдывали, но они уже так давно оторвались от Бога, ушли, что забыли, как это все делается. А делается это примерно так. И что происходит в итоге? Значит, они совершают преступления и убивают всех людей, кто пытался сопротивлять, еще больше, еще больше, еще больше нарушают, набирают огромную карму бешено. А потом, когда они убили всех, кто сопротивлялся, сожгли культуру, создали новые религии, создали свою расу, они начинают нам внушать такую историю, что вы должны подставлять вторую щеку. Если вашего представителя убили, если вас убили, изнасиловали, что-то совершили, подставьте вторую щеку и простите, и отпустите. А люди, дурашки такие, прям капец, понимаете, никак не могут простить, перевоплощаются, и их прям свербит изнутри это желание какое-то бешеное, мочкануть или злость, или истерика, или какие-то боли, страдания небес, слезы, что-то какие-то непонятные страдальшества. И им говорят, иди работай, это твоя карма, тебя там убили, а ты никак простить, отпустить не можешь, никак не можешь отвязаться. Ты просто такой дурак, просто вот, да, и природа тебе не помогает, и планета, и земля, и сам Бог тебе не помогает, Он только тебе мешает, не дает тебе возможность это все отпустить. Иди сам с этим справляйся как-нибудь, это же твоя проблема, твои эмоции, твоя проблема, как нам тут внушают все это, да. Если ты эмоционируешь, значит, ты дурак, это твои проблемы. То есть ты не подумаешь, что как-то ты связан с этим эмоционером, или, наверное, есть какая-то более глобальная проблема, почему же он так сильно-то эмоционирует. Проблема-то вроде бы, по твоему соображению, не такая серьезная, почему же он-то сильно эмоционирует. Вместо того, чтобы думать, что все кругом дураки, когда бы же мы задумывались над тем, что есть какая-то более глобальная причина всего этого. Я говорю, вот если человек в оправдании говорит, это просто люди и идиоты, все, можно крест на нем ставить. Это человек явно брешет. Потому что, на самом деле, конечно, людьми что-то движет. Реально что-то движет. И уважение, умение считаться с людьми, даст вам понимание, что есть что-то более сложное и более интересное за всем этим. Соответственно, смысл в том, что как только Божественный поток прерывается, и люди его не смогли по какой-то причине восстановить, тем, что равновесную отдачу дали, накапливается этот поток все больше и больше, блокируется Божественный поток, мы отрываемся от Бога, что мы видим, происходит то, что мы отрываемся от Бога, это влияет на нашу психику, наше сознание, на природу, на климат, на условия планеты даже. Чем больше мы отрываемся от Божественного потока, тем ближе планета к гибели идет, вымирает природа. То есть это все вот в этой связи работает. Потому что этот поток, можете назвать его поток жизненной энергии, можете его назвать поток жизни, можете его назвать там это тонкие энергетические поля, звуковые, космические поля, которые помогают всему живому формироваться и жить, скажем, растениям расти, формам жизни развиваться. То есть что на них влияет? Почему вы думаете, что все это само развивается? Есть нечто, что поддерживает все это, поддерживает, скажем, существование растений, животных, подает им импульсы, подает им команды, дает им команды жить, расти, развиваться так, как они растут. Представляете, если мы эти команды перекрыть? Просто моментально все растения начнут вянуть по непонятной причине. Можно физических причин миллиард найти, климат планеты может измениться, озоновые дыры создаться, радиация проникнуть сюда, цунами начнутся, что в принципе происходит. Это результат разрыва с божественным притоком. Результат того, что нарушается поток взаимообмена цикличности жизненной энергии. Это жизненно важно. Это закон, который поддерживает саму жизнь. Не чья-то гнилая воля, отомстить, кровную месть восстановить и так далее, а реальный принцип жизни. Он заключается в следующем. В случае прерыва жизни по причине, скажем, недостойной какой-то, не стремящейся к жизни и к выживанию, то есть прервать жизнь, убить, можно только ради другой жизни. Это единственное правило, по которому вы можете убивать. Соответственно, причинить вред и избить вы можете ради выживания, опять же. Причинять вред в принципе людям вы тоже можете ради выживания. То есть это вот в чем разница между хорошим и плохим людьми. Хорошие люди защищают себя, свою веру. Помните, я в прошлом видео рассказывала то, что они верят, то, что они создают. Ради этого они готовы бороться, пусть хамить, пусть наезжать, но решать какие-то проблемы. Либо люди, которые хотят что-то доказать, самоутвердиться, почувствовать себя другими и мочкануть людей, которых якобы обидели, якобы их заставили чувствовать по-другому, хотя физически они от этого не зависят. То есть есть вот ситуация, как вот моя ситуация. Допустим, я черной магией защищаюсь, потому что я создала школу, и там пытаются ее разрушить, повлиять на людей, испортить мою работу, и мне физически это необходимо для моей самореализации, что является моей жизнью, и для существования физически того, что я создала. Или, допустим, люди, которые наезжают на меня, которые могут жить самодостаточно, могут жить отдельно, и ничто им не мешает, но у них внутреннее свербит, и им хочется доказать. То есть это вот две разные стороны медали добра и зла, когда делается что-то ради жизни, и когда что-то делается ради смерти. То есть нет никакого принципа, кроме собственного эгоизма, там собственной ущербности, зависти и прочих элементов, которые не стоят ничего, для жизни они не нужны, они даже мешают жизни. Лучше бы это умерло в человеке, понимаете, чем оно имело бы какое-то развитие. И, соответственно, когда приток жизни прерывается, его обязательно нужно восстановить, и сама жизнь, сама природа требует это от людей. Вот почему перевоплощаясь, и потомки поколения с поколением испытывают эти страдания, эти боли, и это остается память, и она даже не остается, она возвращается, более того. Я заметила, что идет такой механизм, что когда человек умирает, у него часть энергии восприятия забирается, его очищается, в тех мирах это не нужно, там этого нет, а когда он воплощается в физический мир, ему обратно возвращается его страдательская энергия. Она ему такая бережно хранится до момента возврата, то есть она никуда не девается. Почему, казалось бы, ну пожалуйста, переиграйте ее, такие миры, такие существа, сверхсветовые, там ангелы и так далее, почему они не могут это все пережечь, почему это все переходит, и почему пламя Бога это не сжигает и не убирает. Да потому что это нельзя убирать, потому что это богохульство уничтожать и сжигать эту энергию, ее нужно реализовывать в конкретных действиях. Вот почему я тут начала вам про справедливость и про борьбу какую-то говорить, потому что каждый раз, когда вы отстаиваете справедливость ради выживания, ради жизни, кого-то мочкаете, скажем, морально, там физически какие-то моменты делаете, ставите на место, ограничиваете, пусть вы ему причиняете боли, ему не нравится, он там негодует, он обижен, он расстроен, но это во благо, вы уничтожаете деструктивное в нем то, что разрушительно, причиняете боль за то, что он причинил боль, восстанавливаются чаши весов. И так делается, когда большое количество людей отвоевывает свое пространство, свое место. Дело в том, что с момента, когда нам начали внушать, чтобы мы подставляли вторые щеки, нас подсадили на колесо сансары. Колесо сансары – это перевоплощение из раза в раз, и они не закончатся до тех пор, пока не восстановится справедливость. Да, потому что божественный поток так и работает. Это как заевшая пластинка. Вот она крутится-крутится, а потом там помеху положили, камень, и она заела, и заела, пока камень не уберете, она не начнет кружиться. А вы думаете, что если вы постигнете этот камень, что если вы его полюбите, что если вы его примете, пластинка заиграет. Но нет, есть закон, по которому она играет, и нарушив его, есть только один способ, как это восстановить, убрать этот камень. Соответственно, в данном случае этот камень, это конкретные их, скажем, представители, пришельцы, которые начали уничтожать всю человеческую расу, и их уже тут пасынки в видах различных генетически мутированных людей, которые как люди выглядят, но по сути не люди, и множество прошитых людей наполовину не людей, и часть там людей, которые прошиты уже настолько, что уничтожают своих. То есть, есть и такие, конечно же, предатели, которые гнобят, уничтожают своих, лишь бы их не трогали, потому что они все разбиты, уничтожены, слабы, и готовы всех своих сдать, лишь бы их не тронули, и они живы остались, они их семья. То есть, и в итоге вы со всем этим должны бороться, и только через борьбу, через победу достигается мир. И вот мое выражение, когда я им говорила, хотите мира, готовьтесь к войне, потому что только через победу мир придет. Через отступление, через уход в сторону он не придет. И сколько я не говорю, что только отстаивание, только борьба, только умение встречать сложности и трудности, только способность противостоять сложностям и стремиться к чему-то действительно вас правильным путем по жизни ведет, любая ваша попытка облегчить свою жизнь, убрать из нее сложности всегда ведет в никуда. Это иллюзия, и это по сути богохульство. А я сейчас вам расскажу, что такое реальный грех. Реальный грех это то, каждый раз, когда вы этот поток пресекаете. Вот в аспекте убийства, насилия, ладно, это понятно. Это настолько апогейно, ясно, что да, это действительно зло, хороший человек, но на самом деле вы даже не представляете, насколько часто вы грешите вообще по-настоящему. То есть совершайте настоящий грех, а это ужасное событие, чтобы вы понимали, прерыв божественного потока даже по чуть-чуть в разной степени ничего хорошего не несет ни для вас, ни для кого. То есть вы потихоньку уничтожаете планету, всю жизнь на этой планете и подвигаете ее к смерти и к вымиранию всего человечества. Каждым своим действием, поступком, решением, когда вы пресекаете божественный поток любви. Божественный поток любви, исследование Богу, это когда вы делаете то, что вам нравится, то, что вы любите, когда вы себе не лжете, когда вы рядом с теми, кого вы любите, когда вас огружают друзья, именно те, которые вас любят и дружат по-настоящему, когда у вас работа та, которую вы любите, вы говорите то, что вы по-настоящему считаете правильным, не лжете, вы отстаиваете то, что для вас по-настоящему ценно, вы находитесь там, где вам по-настоящему нравится, а как вы понимаете, чтобы сейчас всего этого добиться, нужно бороться офигеть как то есть надо много бороться по факту чтобы реализовать вот это в жизни сейчас при данных условиях надо просто горы свернуть да но хотя бы мы к этому стремимся потому что наши предки от этого оторвались то есть нам досталось наследие предков вот мы рождаемся сейчас и вот мы имеем то что имеем хотя бы бороться но это лучше чем ничего не делать а многие люди говорят а я не буду вот но такие отношения да мне там жалко а мне там дети а мне там а вы не понимаете что вот это есть богохульство потому что опять же и про детей и про отношения это можно там лекции миллиард считать что детям не нужны несчастные отношения что они должны жить любви настоящей что не может быть жалко вам человека если вы не любите его бы пожалели его тем что вы его заставляете с собой жить или он с вами искали бы человека который нельзя вот бояться трястись что я друзей не найду поэтому я боюсь их распугать каждое слово каждая мысль ваша понимаете то есть каждый ваш выбор вашей душе он играет огромное значение для кармы которая формируется не только для нас она формируется для нашего окружения и вот нас вели в колесо сансары благодаря глупым убеждениям выход из кармического колеса возможен только один восстановление баланса единична хотя бы для своей жизни то есть те кто вас лично обидел должны быть наказаны и во всех жизнях пусть вы растяните несколько жизни допустим 8 photobus убил вы его не убьете а три жизни подряд будьте портить его жизнью в примеру и ставить его на место или там пусть я не знаю вас изнасиливаю вы не изнасилуйте а скажем несколько жизни подряд будет чего-то мешать пусть растянется низко жизни но все кто лично вам причинил вред, должны по справедливости наказанно восстановлены быть, если не они, то их представители рода, потомки, если их там нет уже давно на этой земле, на этой планете, в этом измерении, это могут быть потомки, последователи, представители. Как только вы это восстановите, кармический узел заканчивается. Вот так мы из этой сансары и выходим, потому что вам лично, индивидуально поток восстановится. Конкретно еще есть целое человечество, конечно, за которое мы тоже отвечаем, и есть еще поток человечества, и вы, находясь как представитель расы, вы будете за это тоже отвечать. Если всю вашу расу изнасиловали, а вы вышли из этого колеса, вы все равно посвятите огромное количество времени для своей цивилизации, для своей расы, чтобы вытащить ее из этого состояния. Вот почему все просветленные, все святые впоследствии в других измерениях или в этом измерении, или в другом мире тратят святого вечности, там, существования на то, чтобы вытащить человечество отсюда. Не потому что они такие супер добрые и думают о людях, а потому что таков закон физики. Они там существуют в Боге и понимают, как устроен Бог, что они не разрывны со своей расой и цивилизацией, они не отрывны от человечества. Нельзя сказать, что я просветлился до свидания человечества, да, там, типа, пока сайдра и там я пошел. На самом деле нет. Все равно вы всегда будете связаны с человечеством, и только когда все человечество совершит цикл и выйдет из этого кармического узла этих пришельцев, нападавших, изнасиловавших нас, и спасется, только тогда все святые и просветленные, все вместе уйдут, и все мы выйдем отсюда только так. В этом колесе, в этом круге мы находимся все, мы можем подниматься по уровням, по измерениям, в зависимости от частного уровня продвижения. Да, конечно, мы по-разному можем находиться, в разных условиях, но все равно мы с вами в одной и той же ручке. И делаем все это мы вместе. Вот почему я вам говорю всегда бороться. На самом деле, я вас призываю к Богу, я вас призываю слушать Божественный поток, даже если тяжело, а сейчас это тяжело, даже это сложно, даже если это противоречит всем моральным устоям, которые нам внушают, которые нам внушили специально, чтобы нас вовлечь в это колесо, мы все равно должны поступать правильно, как бы это сложно ни было. Потому что, тем самым, мы приближаем к себя, к просветлению, и приближаем других людей. Поэтому мы обязаны отстаивать справедливость, отстаивать его словесно, душевно, физически, морально, как угодно, в своем окружении, стараться создавать атмосферу для себя, воевать за какие-то правые вещи. Пусть спорить мы будем, пусть мы говорить будем, но за правые вещи. Потому что очень многие путают этот момент. И я встречала многих людей, которые моими же видео оперировали, а делали как бы отвратительные вещи, потому что они наезжали, они самоутверждались. Не путайте самоутверждение с Божественным каналом. Конечно, Божественный канал это любовь, и проистекает он из любви. И Божественная самозащита, это когда мы защищаем то, что жизненно ценно важно для нас. А не то, что наш там эгоизм требует, без чего мы спокойно можем жить вообще, и даже лучше будем жить. Но мы хотим вот свою значимость имени. То есть это немного разные вещи. И вот когда это путают, возят в одну кучу, кажется, то, о чем я говорю, это там что-то ужасное. Вот, зачем у нас справедливость восстанавливать, это нечто ужасное. Но понимаете, ребят, это не вопрос, еще раз повторюсь, вечных каких-то оценок, индивидуальных оценок. Это закон природы. Он такой, какой он есть. Либо вы Бога принимаете таким, какой он есть, либо вы его не выбираете. А что это Бог вот такой вот? А что это законы природы такие-то? А что это они не другие? Это не вам решать. Вы, если следуете Божественному закону, вы приемлете Божественные энергии такими, какие они есть, и, соответственно, не вам решать, какими они должны быть, почему они такими созданы были. Разумеется, они были созданы по какой-то причине, однозначно она есть, однозначно Божественное творение было таким по какой-то причине, но мы с вами должны это лишь принять и следовать за этим. Соответственно, нас с Сансарой ввели тем, что нам много поколений внушали не отвечать или отвечать как-то по-другому или не так. Вот такая ситуация, ответь как-то по-другому, помягче, хотя там нужно равноценно жестко ответить, но вот помягче, да, а потом там еще ложь пошла, что на самом деле все это было не так, тебе показалось, ты слишком жестко ответил, ты карму переработал там и так далее, и вот начинается вот это крутиться. На самом деле, внутренний посыл, который идет, если божественный он, истинный, он никогда не ошибается. И здесь, доверившись своему внутреннему потоку, вы поступите правильно. Но очень многими руководствуется внутреннее говняное эго, за которым стоит внушение, которым тоже это внушать будет, но оно никогда не успокоится. Смысл божественного потока заключается в том, что если он из вас внутри идет и требует, что он требует крови, но, образно говоря, требует какой-то справедливости, этот поток успокаивается. Это вот как у меня был случай поток богини, оскорбленный. Вот женская сила, изнасилованный богиня, убитый, со мной соединялась и передавала мне боль страданий вот этой женской роли и о том, как ей нужно восстановиться, исцелиться через то, чтобы наказать людей, которые вот это совершили. Потомки, последователи, где-то до сих пор так же себя ведут, их нужно наказать. Я встречала людей, которые лично, допустим, мне ничего не делали, но, ну скажем, в этом воплощении, опять же, это может быть. Но сама их энергия, она деструктивна, разрушительна по отношению к женщинам. Я понимаю, что это есть та самая вот богохульство. Они продолжают это делать, они продолжают женщин обижать. И вот эта энергия проявляется, вот эта энергия богини у меня требует просто их наказать. У них все же прям скрутить их, прям выкрутить. Я вот это делаю, я просто пропускаю эту энергию, совершаю, когда это вот абсолютно священный чистый акт, когда совершается вот это равновесие, правосудие, богиня успокаивается, исцеляется и восстанавливается. Происходит исцеление. При этом вот эти потоки, они завершающие, они имеют завершение. То есть они не бесконечны, в отличие от деструктивных вот этих энергий, которые без конца, эта злоба никогда не заканчивается, она никогда не насыщается. Говорят, что демоны никогда не насытны. На самом деле мы путаем оскорбленных духов, проклятых, называется проклятые души. Это души, которые были изнасилованы, убиты ужаснейшим образом и не могут перевоплотиться или перевоплощаются, но частично часть их души так и не может перевоплотиться. Их очень много. Они кричат, они орут, они плачут, они молют. И восстановление справедливости для них, чтобы они обрели покой, это одна история. А успокоение эго, эгоизма, существ, которые управляют людьми, чтобы уничтожить человеческую расу, это история номер два. Потому что неспокойные духи, скажем, те, которые были жизнь нарушена, наш святой долг им помочь, мы обязаны это сделать. И действительно происходит настоящая справедливость. Там действительно оказываются люди, причем вот, чтобы вы понимали, в моей ситуации были случаи, когда мне абсолютно было все равно. Потому что вот меня это не касалось в этой жизни, может меня в прошлой жизни касалось, может это были другие люди, не эти люди, и они не поддерживают. Но я чувствовала, что я должна и мой долг, вот эту справедливость восстановить. То есть мною движила ни эгоизм, ни выгода, ни какие-то вот внутренние цели, у меня их в принципе не было. У меня абсолютно было, ну вот физически, как человек, как единица, мне не холодно, не жарко, что будет этому человеку. Но вот внутренняя суть моя божественная требовала. Вот в этом разница, понимаете? Когда внутренняя суть требует, а не какие-то ваши эгоистичные мотивы, которые связаны с тем, что у вас конкретно обидели. Ну, конечно, объясняя, не объясняя, деструктивные люди все равно это поймут для себя, что это не эгоистичные мотивы, а созидательные люди поймут, о чем я говорю, поэтому я стараюсь это часто не объяснять, смысла нет. Вот, к сожалению, вот эти слуги дьявола, скажем, образных, слуги этих дистрактных пришельцев, они так все обыграют, все перевернут, все развернут, они же их слушают, значит, они их дальше будут слушать. Ну, а люди, которые нормальные, хорошие, стараются искать правду, ищут ответы, они, кто-то ищет правду, ее найдут, они услышат все это как нужно, в правильном контексте. Соответственно, ребята, в сансару нас вовлекает только эта дебильная дурацкая идеология, того, что мы должны подставлять вторые щеки, и не отвечать, тогда, когда реально нас наезжают, совершают боль, нам что-то, скажем, делают плохое, мы должны равноценно отвечать, закрывать это кармическое колесо, оно колесо правосудия, почему называется, закрывать это кармическое колесо и восстанавливать божественный поток, который был нарушен через исцеление духов и энергии, которые были прокляты, искажены болью, страданиями, тяжествами, которые происходили. Когда этих духов набирается определенное количество, планета начинает погибать, чтобы вы понимали, к чему это ведет. Чем больше несправедливой вот этой кармы, чем больше этих обид, чем больше несправедливости продолжает твориться, она накапливается, и в каком-то этапе планета просто треснет. Вот реально треснет, понимаете, взорвется от этого количества несправедливости. Справедливость нужно восстанавливать. И, к сожалению, мы с вами в минусовой категории уже давно-давно им как. Поэтому нам уже любая справедливость в любом контексте годится, даже в самой жестокой, потому что если бы это был бы один и планетянин, который, скажем, убил, а взамен ему 200, которые должны ответить, а представьте, тысячи миллиардов людей убиты, были изнасилованы, инопланетянам просто не хватит, понимаете, чтобы им по чуть-чуть это отдавать. Их просто не хватит. Это даже не одно поколение, их нужно истреблять и убивать, чтобы это восстановить. К примеру. То есть я вам объясняю, как этот принцип работает. Соответственно, по законам правосудия мы с вами в следующем, не в следующем полугодии, по следующем полугодии я хотела вам курс сделать обучающий. Я проведу отдельное обучение, я вас обучу, как это колесо восстанавливать, но я хочу, чтобы вы все больше и больше понимали, что про карму нам врут. Не дурашки мы вовсе. Нам это восстанавливается и дается, чтобы мы справедливость это восстановили хотя бы в этом воплощении, не в этом в следующем, не в следующем, хоть в последующем. Это выживание, это ради выживания делается, а не ради мести. Никому она абсолютно не нужна, никому эта месть не интересна. Всем интересно жить, жизнь и выживание. Вот что всем интересно. Природе, естеству вокруг вас. Соответственно, закон кармы – это закон пресечения божественного потока, который был совершен однажды. И только при восстановлении полного божественного потока карма полностью остановится. Ничего другого. И все, кто говорят обратное, они лгут и являются агентами. Тут же, знаете, еще есть какие-то у нас псевдопросветленные такие классные делаются. А эти вот товарищи инопланетные, они прошивают некоторых людей, запускают бешеный гипноканал. Далее при помощи своих технологий и прочих фишек фокусничества для них не представляет труда вам фокусы показать сверхспособности различного рода и так далее. Он будет у вас и летать, и не стареть, и что угодно с этим человеком будет происходить. Это все-таки технологии, понимаете, великое дело. Но он не присветленный, он просто их собака, грубо говоря, агент, который будет вам говорить все, что угодно. А вы увидели чудеса, увидели гипноз, силу, которую он там излучает из себя. И такой, ууу, сила есть, есть там левитирование. Все, это точно правда. Нет, понимаете, я вот вас учу из своих студентов отвыкать от этих фокусов. Все у вас магия, это какие-то фокусы. Магия настоящая, это не фокусничество. Это законы физики, сложнейшая математика, для которой нужно очень много работать, очень много опыта, много сложностей, чтобы вы что-то научились делать. И происходит это как само собой. И нету этой бешеной энергии, бешеных внезапностей, как вы это ожидаете. Оно есть с точки зрения восприятия, но это немножко не так, понимаете. Настоящая жизнь, она не такая. А вот это все, это вот мозг промывает. Показали пару феерических фокусов, и все. И вы покупились, продали за 5 рублей, и вам даже фантик можно показать. Свечка зажглась сама, все, уже достаточно. Это как зажигалка, человек пришел в племя туземское, зажег зажигалку. Он такой, все, ты бог, сверхспособности у тебя. А это, конечно, все технологии. Поэтому очень много есть вот этих лжевых просветленок, которые специально создаются, на массы действуют, говорят, книги пишут. Вокруг них куча течений, школ, учений, лжемастера. И все они вам там расскажут. Но вы слушаете головой все равно. Вы все равно слушаете головой. Потому что, по большому счету, вот вся эта идеология с кармой, сансарой, она лжива по природе своей. Не так это все работает, а по-другому немножко. Человеку не дает покоя, не дает возможность развиваться, идти дальше. Вот это гнетущее чувство внутри несправедливости, а вызвано оно прерывом божественного потока. Нечто, что за пределами вас. Не человек в этом виноват, поймите вы. Мы едины. Мы всегда едины с огромной глубокой структурой, с системой, с божественной структурой. И когда происходит богохольство или грех происходит, то не только, скажем, человек это ощущает. Это ощущает множество форм жизни с этим связанных. Это ощущает Бог. И человек на себе принимает всю долю вот этой божественной сути. И не он сам виноват, дурашка, со своей собственной кармой должен работать. А карма это наше общее, понимаете. И общий этот процесс. И дело не в том, что мы ее должны все принимать, а мы должны понимать, что он не один в этом пути. И вот этот эгоизм начинается, как она начали про меня, говорит, это все она ей нужно. Это все тебе нужно. Это все для тебя нужно. А мне это не нужно. Но вот этот эгоизм начинает уходить на второй план, когда мы понимаем, что нет. Если у человека проблемы в карме, он не может это решить, она нам всем нужна. Потому что это наша общая человеческая карма. Пусть это решает он, а вы другой решаете в данный момент. Но помочь ему нужно. И помогать всем нужно. И всем помогать нужно так же, как себе. Потому что только понимание этой целостности даст вам осознание, что вы помогаете другим, вы себе помогаете. Это не вопрос добра. Это вопрос просто понимания того, как устроен тут этот цикл обмена энергии. И все элементарно знание, связь с Богом. Вот что это. Связь с Божественным Истоком. Вот. Основное все, что я хотела вам сказать по этой информации. Получилось опять много видео бы загружаться двое суток. Но сейчас через два дня я уеду, кстати, в горы, ребята. На ретриты, медитации, в горы поеду в магические места. Где-то попробую прямые трансляции провести, если получится. Если нет, ребята, на энергетическую работу я всегда вам говорю, когда я уезжаю в места силы, пожалуйста, успейте. За несколько дней я еще буду там, где ловить интернет. В горах я буду проводить магические работы. Духовные. Поэтому кто хочет записываться, записывайтесь. Приходите. Я буду с вами работать. И там, конечно, у меня работа сильнее намного получается. В поездках, в местах силы, в мощнейших духовных шаманских местах, в ущельях шаманских я буду работать. Как и с собой, так и с народом, кто пожелает. Вот. Так что заходите на сайт, следите за мероприятиями, записывайтесь на энергоработы через сайт, на индивидуальные магические работы. Вот. И всем удачи в работе над собой. До новых встреч. До новых встреч.